москва 10 утра по правилам баттла одна из подписчиц мира ашут идет в магазин пряжи и выбирает там пряжу для баттла главное чтобы подписчица не умела вязать и не разбиралась пряжи ведь так намного интереснее привет перед тобой лежат 10 карточек выбери одну из них на эту сумму и 2 знаковых набора пряж и помню здесь решаешь только ты смотри тысячи я пришла выбирать не думаю что это можно сделать еще ведь красиво с оранжевым так оранжевый белый сирене еще класс может быть взять еще сейчас я подсветаю поднимаю убираю все вот этому на этой замените тут можно улететь я сразу подумала пряжу такой ниткой я ее сейчас нашла чтобы ты связала из всего этого что ты сейчас выбрала свитер большой огромный уверсайз свитер и вот вот в листюшку она свисала бы наверно как-то ооо мы купили невероятные наборы прекрасных нитей пряжи вот я желаю вам удачи и посмотрим что за изделие из этой красоты получится всем пока чтобы баттл был честный подписчица мир и ашет выбирает пряжу а вторая вязальщица решает что мы будем из нее вязать это юля у нее три собаки две кошки и лучший муж в прошлом флористка цветочница одна из ее собак инвалид серьезно черепно-мозговой травмой и она не может существовать без человека у юли есть свой проект носи смело который она развивает свитера бани тапочки чепчики и многое другое своем инстаграм юля делится изделиями и экспериментами обязательно подписывайся сегодня я буду открывать пряжу уже начнется базу и мы решим что мы будем вязать очень интересно сейчас будем реагировать вот такая на самом деле коробочка достаточно такая высистое особенно когда ты знаешь что пряжа здесь внутри но я абсолютно вообще не знаю что там внутри и мне нужно будет решить что мы будем вязать мне самой не терпится очень сильно заклеена она просто очень добротно так что-то мне нравится как я такое люблю посмотрите она типа синтетическая такими колючками я очень люблю далее тихо вот такой моточек мне очень нравится вот мы последний герой это вот такая она тоже просто потрясающе сочетается но нам еще подогнали оранжевый цвет будем решать что мы будем вязать наборчик мне очень даже нравится есть варианты для маневра так сказать но нам нужно все это использовать я решили что я буду вязать я буду вязать и миром получается тоже свитер получается разноцветный но свитер звоним мире Девочки, привет! Сейчас я включу видео и узнаю, что мы вяжем. Я так волнуюсь! Это первая серия, первый сезон, первый батл. Я сейчас словно разрезаю красную ленточку. Я сейчас услышу, что мы будем вязать. Я готова. Как страшно. Погнали. Я вообще не осознаю. У меня сейчас мама в гостях. Это не то видео. Приветик! Я спешу записать тебе кружочек и рассказать о том, какую вещь мы будем вязать. Это будет свитер. Я знала! Я знала! Я знала! Так что желаю удачи, вдохновения, невероятной скорости. Я думаю, у нас получатся классные вещи. Пряжа очень крутая. Так что, я думаю, мы приступаем. Сегодня же пятница. Все. Удачки. Начинаем! Это наш набор для вязания. Посмотри на цвета, на фактуры. Представь, что бы ты из него связала. Кстати, в конце видео ты увидишь наши работы и можешь написать, у тебя были похожие идеи или что-то совсем другое. Давай начинать. Доброе утро! Сегодня уже второй день. Я хотела начать с первого дня, но произошли всякие непредвиденные обстоятельства. Например, поток. Вот. Поэтому начинаем сегодня. Что я хочу сказать? Пряжу, которую я покупала в магазине, это я снимала подписчицу, ну, потому что, а кто бы еще, да? Я старалась не смотреть. И после того дня, как мы ее купили, я ее не открывала, не думала, что бы из нее связать. То есть, я прям половину пряжи реально даже не помню. У меня есть две мысли. Первая мысль – это связать какой-то классный свитер. Такой, в принципе, который вы где-то в Питере сможете видеть. Ну, в общем, просто прикольный свитер и выиграть. И есть второй вариант. Связать что-то крайне необычное. Что-то такого, что, ну, вот вообще еще я нигде не видела. И что будет чисто одна сплошная фантазия. Ну, то есть, вообще странная вещь. Но здесь есть небольшой страх. Я могу начать что-то сложное вязать. Через пару дней я пойму, что выходит полная жопа. Переделывать у меня времени не будет. Но, блин, ну это же батл. Это же творческий конкурс. Это же битва мозга дизайнерского. Понимаете? Короче, мысли нет. Я думаю, что сейчас я возьму листочек, возьму ручку. Попробую, наверное, сделать какую-то зарисовку, от которой я буду отталкиваться. Что-то, представляете? Я сейчас просто взяла ручку, листочек, начала накидывать. И с первого раза что-то получилось. Что-то прям, по-моему, что я в жизни не видела. Но я не знаю, смогу ли я это связать. Я вам покажу. Наверное, вы ничего не понимаете. Ну, может, и понимаете. Но запомните это. Мне что-то кажется, что это реально что-то улетное. Но мне очень страшно, потому что я боюсь, что я начну это делать. И это окажется, ну, что идея не так получается. И в итоге у меня ничего не получится. И я знал, как страшно это стресс. Ладно, соберись. Блин. Надо сейчас решить, мы делаем это или нет. Мы за риск или мы не за риск? Вот что вы думаете? Мы за тренды, моду и то, что сейчас популярно. Я могу сделать с бантиками вот этот свиторог модный. Я могу, ну, как бы, я знаю, что в тренде. Или мы за риск. Или мы за новое. Или мы за открытие. Мы что делаем? Создаем тренды или повторяем? О май гад! Мы создаем тренды. Потом, погрузившись в воспоминания, я пойму, зачем я здесь. Ты должна мне помочь. Я не снимал буджек. Их забрал кромежник. Мы должны... А, я что-то чешку с пленой тоже узнаешь, что это может быть. Спасибо. Hello. Я в окружении своих шабак. Продолжаю вязать свитер. И буду сейчас рассказывать о моих успехах. И показывать мою свитер. Итак. Сегодня третий день. И я связала только одну часть. Из четырех, которая мне нужна. Но там потом уже будет дизайн и все такое. Вот. Здесь я использовала три вида пряжи. Для меня это прям вообще большой эксперимент. Использую так много пряжи. Поэтому все методом проб и ошибок. Пока только одна часть готова. Буду показывать немножко интригующе, чтобы не было вообще понятно. Вот. Оранжевый у меня получилось внедрить. Вот. Волнительно для меня не успеть сейчас. Вот. Так что... Так что, так что... Сейчас в процессе вот такой вкусманчик. Вот. Я прям влюбилась, знаете, очень влюбилась вот в эту пряжу. Я ее перемотала. Вот. На машинке, чтобы было удобнее. Это которая носочная такая пряжа. Это вообще моя любовь. Она настолько мягкая, нежная. Она как... Вот у меня ассоциация, что она сливочная. Она прям вот... Вот прям сливочная. Вот. Но это прям фаворит мой из всего, что есть. Вот. Ну и фаворит, естественно, вот это вот такая махровая пряжа с колючечками. Ну, не колючечки, а такие вот торчочки. Она вообще мне очень сильно нравится. Вот эту вот пряжу я пока тоже не начинала использовать. Хотя она мне очень тоже нравится. Расскажу о том, что я использую, в принципе, в вязании сейчас это спицы. У меня стоял выбор, использовать спицы или крючок. Я решила спицы. Вот. 10 миллиметров. Такие вот обычные. У меня нет на леске. Обычно лески использую. У меня есть вот такие отдельные две спицы. Вот. Я вяжу ими. Тоже удобно. Но я настолько привыкла вязать на леске, что как будто разучилась вязать на таких спицах. Но как бы уже второе полотно в процессе. И я уже обратно научилась. Все. Все в процессе. Я надеюсь, получится очень классная вещь. Мне уже на самом деле не терпится. Я, в принципе, даже рисовала эту вещь. Я прикреплю видео, где нарисовала. Там всякие записочки, всякие вот все дела. Такой скетч. Обычно я этого не делаю. Но в этот раз я очень ответственно подошла к вязанию свитера. Очень интересно, что получается у Миры. Прям очень интересно. Как бы набор пряж у нас один. Я знаю, что точно у нас не получится одинаковая свитера. Вот. Но прям интересно, в чем у нас случится мэч. Вот. Может фасон. Может там у нас резиночка будет вставать цвета. Мы не делимся никакими процессами. Ничем. Прям очень интригой. Надо активно вязать. Я пошла вязать. Почти ничего не связано. Но я все пей. Мне это напоминает какое-то интервью на ТЛС. Знаете, они такие садятся. Камера. Да, да. Ладно. В общем, что я хочу сказать. У меня есть такая одна небольшая отличительная черта. Оставлять все самое важное на самый потом. Ну так, чтобы прям ночь сидеть, судорожно все это делать, пить кроволол, переживать. Вот такая примерная история. Это происходит всегда. Сейчас такая же история. Значит, я ждала этот баттл в три недели. Нервничала, придумала, что да как там, все дела. Окей. Настало время. Вчера я думала про этот свитер. Думала, ладно, пойду сниму мастер-класс. Ну сейчас буду завязать свитер. Будет мне до мастер-класса. Пойду сниму. Пошла, сняла мастер-класс. Полдня. Плюс смонтировала. Окей, молодец. Можно начать вязать свитер, да? Вы скажете. Нет. Я пошла и сняла второй мастер-класс. Ну потому что... Вот потому что. В два часа ночи я думаю, ну пора мы начать вязать свитер. Вот. Вот я провязала его по прямой. Понимаете? Просто по прямой. Просто мы же обсуждали, что он будет необычный, креативный. Вау. Вот. Это он. Вот так вот. А завтра, собственно, как бы последний день, когда можно вязать. И я решила, что все. Не надо. Надо прям сейчас сесть, ни на что не отвлекаясь, сидеть, вязать и делать. Я не ноюсь сейчас. Просто констатирую факты. О том, что вот сейчас на третий день вот это, но мы успеем и сделаем реально охрененно классный, офигенный, супер-пупер свитер. Вот как-то так всегда все выходит. Интервью для Челси, часть 2. В общем, у меня получилась вот такая вот юбка солнца, либо воротничок, либо, не знаю, возможно, это что-то вот из этой истории. Сами решайте, но это точно не свитер. Есть такие опасения, что мой эскиз получился сложноват. Я пока не понимаю почему-то, как это воплотить в жизнь, а то, что получилось, это совсем не то. Мы сейчас это распускаем. Три часа на смарку, перевязываем. Есть небольшой мандраж, что завтра понедельник, а во вторник уже сдавать работы жюри. Ну, поглядим. В общем, сегодня я хочу сделать основную часть в любом случае, чтобы на завтра остались рукава, там какое-то декорирование, еще что-то. Основную часть сегодня мы должны придумать. Во сколько это будет, мы узнаем позже. Знаете, я не смотрю видео Юли, которое она мне выслает для монтажа, ну, чтобы не вдохновиться ее идеей как-то, либо, наоборот, не почувствовать, что я что-то делаю не так, ну, сравнивать себя, начать. В общем, работы конкурента я видеть не хочу, пока твердо не пойму, что все это итоговое изделие, я опять его не распущу. Но мне интересно, как у нее дела, все ли она успевает, что она чувствует, что у нее происходит, блин, как твои дела, Юль? Привет. Сегодня четвертый день батла, завтра последний. И я ничего не успеваю. Самая главная моя причина того, что я ничего не успеваю, это вот это чудо. Она болеет, она инвалид. Вот. И я ее сиделка. И практически все свое время я слежу за ней, чтобы она себе сама не навредила. Кормлю, пою, пою. Даю таблеточки, развлекаю, как могу. Вот. Это моя такая волонтерская жилка. Меня зовут Иви. Ей 4 месяца. Ее сбила машина. Иви очень маленькая и ходит по кругу. Это последствия черепно-мозговой травмы. Поэтому за ней нужно постоянно следить. И вот сегодня я стараюсь вязать, но постоянно она либо хочет посидеть на руках, либо ей нужно походить, и для того, чтобы она походила, ей нужно за ней смотреть. Я понимаю, что я не успеваю вязать. Вот. Но я надеюсь, что все, все успеется. Вот. Но начинает вот сюда вот волнение уже поподходить. Вот. Что дедлайн будет немножко просрочен. Вот. Еще вы можете нам помочь. Если у вас есть желание. У меня в Инстаграме есть актуальное про Иви. И если вы захотите, вы можете помочь нам кормом, веренками, монеткой, информационно. Как захотите. Мы всегда благодарны за помощь, за огласку. Потому что нам, скорее всего, предстоит операция. Вот. И восстановление. Вот такая табака. Здесь, наверное, ничего не понятно. Но мне хочется показать промежуточный вариант. Это перед. Это зад. Мне очень нравится вот этот переход. Такое все достаточно любопытное. Но есть вопрос, который меня мучает. Это как я буду закрывать вот эти вот дыры. То есть, поняли? Это в середине, да, идет штука. Это здесь рукав будет начинаться. А вот эту часть нам нужно закрыть. И как ее закрыть, когда такая разная ширина везде идет? Вот это вопросики. Ну, в общем, сейчас я над этим буду думать. Значит, есть предположение, что на улице примерно минус тысяча. Сейчас вам покажу улицу. Видите, снежок идет. Как всегда, все красиво. По поводу вот этих вот дыр, я хочу поработать там крючком. Есть идеи. Но не знаю, как это будет все выглядеть в реальности. Плюс она мне маловато. И я буду ее фотографировать на модели. То есть, это размер МС. И тут тоже надо же как-то угадать, чтобы вот это вот, что я сейчас навяжу, подходило под любой размер. Например, здравствуй, дорогой дневник. И ты кошка. В общем, сейчас я могу сказать с уверенностью, что мне нравится то, что у меня получается. Вопрос в том, поймут ли мое изделие. У нас у всех разное творчество, разная фантазия, разные вкусы. И я по своему опыту могу сказать, что люди тяжело воспринимают что-то непривычное. И у меня есть опасения на этот счет. Я вяжу весь день. Я не знаю, сколько сейчас времени, но, как видите, где-то там уже ночь. Что у нас есть? У меня есть изделие. Тело. Ну, такое, блин, я даже смотреть не могу. Плюс-минус нормально. У меня есть вот такая часть от одного рукава. И все. Второго рукава нет, этого рукава нет. Плюс я хотела декорировать, потому что сейчас у меня есть вот эта пряжа. Помните, да, ее блестящая? Она такая еще колючая слегонца. В общем, ее надо куда-то засунуть. Она мне никуда не подходит. И вот с этим надо что-то думать. И плюс рукава. А по-хорошему хочется лечь. Просто лечь, потому что ноги уже в афиге. Сейчас я хочу доехать до магазина, купить себе шоколада. Да, такой дофамин быстрый. Ну и в целом я хочу чаек с шоколадом попить. Чуть-чуть смена обстановки. Потом вернусь и будем дальше вязать. Я чувствую, что спать мы сегодня не будем. Я съездила за конфетками. Сейчас вроде есть энергия, попью чай. Главное не захотеть спать после него. И будем довязывать рукава. Сегодня я хочу закончить рукава. Но я в целом вообще рассчитываю все закончить. Всем доброе утро. Сегодня шестой день. О, пятый день батла. И у меня сегодня миллиард дел. Но мне в 6 часов нужно сдать свитер. Я не знаю, вот сейчас 10 утра где-то. Я бегу по своим делам. У нас 8 часов. Ну, в 6 уже жюри должны смотреть готовое изделие. То есть нужно закончить где-то в 4, чтобы его отпарить, привести в порядок. Так, я надеюсь, что я сейчас перешла на Озон. Тут дела. Короче, сил нам с мирой просто сил не ярко. Потому что работать в таких темпах незаконно. Но прикольно. Доброе утро. Я не знаю, вы видите это или нет. Но там такой снег идет вокруг. У меня вот здесь вот везде окна. Это просто сумасшедший снегопад. Посмотрите, посмотрите. Какая красота. Сегодня финал. Небо нас поздравляет. Короче, я вязала. Я легла спать во столько. Встала во столько. Осталось довязать один рукав. Очень много внезапных дел сегодня. Но об этом будем по порядку. Но самое главное здесь сдать работу жюри до 6. И мне нужно эту работу сдать не на себе, а на модели. Почему модель? Я хочу, чтобы жюри оценивало непредвзято. Они мои подписчики. И если я буду сдавать работу на себе, я боюсь, что им может неловко сказать, блин, что закринч на помойку. Поэтому я решила фоткать не на себе. Они не знают, как выглядит второй дизайнер. Они не знают, как выглядит человек, на котором я фотографирую. И смотря видео и фото, они не поймут, где чья работа. И я думаю, это будет максимально честно. Поэтому я еду к человеку. Мы с ним едем. Мы с ней едем. Фоткаться, снимать видосы. И все это надо сделать до 6. До 6, до 6, до 6. И миллион, миллион, миллион других дел. Коронная. Погнали! Давайте расскажу, какой на сегодня вообще план действий. Сейчас я иду в кофейню. Мне нужно там встретиться с девочкой. И я взяла с собой все свои клумки, все свое вязание. Вот. Что могу рассказать? На каком я вообще этапе? Я на этапе довязывания рукава в последнем. Вот. А он, кстати, достаточно быстро вяжется. Вот. Я его вчера, наверное, за пару часов связала. Самое основное было вот спинку связать. Ну, мне очень нравится, как получается. Мы с миром держим интригу до последнего. Вот. Очень интересно, что у мира. Прям. Вообще. Я же работаю на Яндекс.Маркете. У меня там чепчики. И сами чепчики сейчас уже вяжет мама, потому что меня они в край задолбали. Я просто не могу вот эту вот монотонную одну и ту же работу делать. А я привязываю к ним завязки. Мне нужно на два чепчика сейчас делать завязки. Это минут по 40 на каждой. Потом собрать остальное и ехать на Яндекс.Маркет. В моем изделии нет до сих пор рукава. Сейчас время что-то в районе 12. Кстати, я ездила же в Минск на днях делать монетизацию для Ютуба. Я думаю, многим актуальна эта история. Пока что сейчас я жду, когда она у меня подключится. Очень бы хотелось, чтобы она подключилась в четверг как раз к выходу реалити. Было бы прикольно. Вот. Я жду, когда она подключится. И потом сниму влог. Расскажу вообще, как сейчас в условиях санкции своего останова можно подключать монетизацию. Ну, или бы нельзя подключать монетизацию. Не делать моих ошибок. Поэтому, если вы вдруг еще не подписаны на этот шикарный, лучший, самый главный канал о вязании, подписывайтесь. И впереди очень много полезной, интересной информации. Так. Так. Мы присоединяем часы. Очень рада, очень волнуюсь. И я рада, что все-таки, несмотря на все мои занятости постоянные, я смогла все быстренько завершить. Ну, еще как бы не смогла, но вроде из графика я не выбиваюсь. То есть нет такого, чтобы я писала мерить. Ня-я-я, давай еще там пару часов перенесем. Вот. Я готова, вот уже начала соединять, поэтому... Тут, кстати, вот есть такой способ интересный, соединение, который без вспомогательной нити использует. Ну, ты, когда соединяешь, ты вспомогательную нить, но она тебе не нужна. Ты соединяешь и тех петелек, которые уже есть на полотне. Это очень прикольно, очень симпатично получается. Сейчас я вам покажу, как выглядит этот шовчик. Показываю, как выглядит шовчик, чтобы не забыть. Его можно вязать как с лицевой, так с изнаночной стороны. То есть как он больше нравится, вот выглядит. Я решила сделать вот такой вот рядочек. Видите, как красиво, который практически не видно. Вот эти две стороны, и вот тут вы так прогоняете. И вот так вот получается с лицевой. Он здесь чуть-чуть такой плотненький, но при ВТО и отпаривании он растягивается и прекрасно себя ведет. Вот, он очень аккуратный. Такой вот шов. Могу показать, как он делается. Все, пошла вязать дальше. Всем спасибо за то, что смотрите, как я тут дурачусь. Вот. Я вообще таким не занималась. Произошла просто нереальная подстава. Я уже переоделась, потому что я выхожу. Мне нужно помимо чепчиков на Яндекс.Маркет отвезти сегодня балаклаву черную. А у меня нету черной пряжи на даче. Мама сейчас в Москве отдала маршрутчику балаклаву. Мне сейчас он через 20 минут будет уже здесь. Мне надо ехать, забирать у него эту балаклаву, потому что он на одну минуту на остановке. И получается, а я только к одному чепчику завязки привязала. Получается, я останусь там в машине, буду довязывать второй чепчик, буду вязать балаклаву, оттуда отправлять. И мне надо до трех быть в Москве на другом конце света. Просто на другом. А в шесть, блин, сдавать я, короче, не успеваю. Представляете, вот это батл с Мирой Ашут, в котором Мирой Ашут сдает половину изделия. В первой серии. И в итоге это будет не батл с Мирой Ашут, а батл, в котором Мирой Ашут пытается в каждой серии хоть кого-то победить и довязать изделия. Так что, блин, нет, надо задать жару сразу. Надо сразу поставить, блин, планку. В общем, я сижу, вяжу. Связала пока только к одному чепчику завязки, упаковала уже. Сейчас второй. И балаклаву, там мама, которую передала, к ней надо уши тоже связать. Ехать до Москвы час, вязать еще изделия. Короче, я не знаю, что. Все еще неудобно. От этой пряжи волосы по всей машине. Я вся в этих черных волосах от нее. Трэш. Ну, короче, знаете, именно так и выглядят обычно мои будни. Где я ничего не успеваю, вяжу где-нибудь в машине, ношусь куда-то и что-то еще. Ну, короче, жопа, что я могу сказать. В общем, вы видели, да, сколько времени. Я еду только в Москву. Мне точно минимум час еще нужно вязать. И мне нужно ехать на метро университет. Это остановок сколько? Пять, наверное, шесть. Чтобы делать фотосессию. Я не знаю, как успеть. Я буду дома в четыре, до пяти вязать. А до шести нам нужно отправить. А от того, что я сейчас так нервничаю, меня начинает люто тошнить из-за стресса. Надо как-то успокоиться, потому что это веселая забава у нас. Да, это не тот случай, когда надо так нервничать, чтобы меня это фигачило. Короче, надо поддышать, когда подуспокоиться, музыку можешь включить. Как престарелые хиппи. У меня есть снимок про будущее, которое я снимаю в 60-х. Где это? Она очень необычно выглядит, да? Очень странно. Я не знаю, тебе что-то в форме. Мы выслали с Мирой уже готовые изделия жюри. Очень волнительно. Я посмотрела на свой свитер, уже готовый на видео. И поняла, что я не супер и недовольна. Я поняла, что я могу сделать намного лучше, намного продуманнее. Но по фасону, по размеру и по цветовой гамме мне очень нравится. Я надеюсь, что Миро тоже круто вышло. Уже хочу сама скорее посмотреть, что у меня получилось. Волнительно, но в принципе за такой короткий промежуток времени, мне кажется, у меня получилось достойная вещь. Интересно, что скажете вы. Вы же видите и Миры свитер, и мой кусочками. Или увидите. Я там не знаю, что по монтажу. Вот. Так что... Уже жду, не дождусь. Анастасия Танцура. Фэшн-иллюстратор-дизайнер. Работает с известными модными журналами и локальными брендами одежды. Аккредитованный иллюстратор. Постоянный посетитель недель мод. Среди клиентов... Грация, Мерседес-бэнс, Фэшн-вик, СТС. Диана Мардини. Танцор, хореограф. Участвовала в новых танцах на ТНТ в составе команды Рэд Хейс. Работает с такими артистами, как Мари Краймбрери, Юлиана Караулова. Снимается в клипах и рекламе. Участница мировых чемпионатов. Остайкина Елизавета. Свободный художник, дизайнер, мейкап-артист. 14 лет она создает картины, росписи стен, вышивку. Фэшн-макияжи в эстетике незавершенности и декаданса. Благодаря образованию дизайнера легко отличит винтаж от старья, а моду от безвкусного китча. Всем здравствуйте! Наш первый выпуск я считаю праздничный, потому что, во-первых, он первый, и во-вторых, он январьский. А значит, я, пользуясь случаем, могу поздравить вас всех за вас. Итак, нам с вами сегодня предстоит решить судьбу двух участников вязального батла, которые нам подготовили свои потрясающие модные изделия. Ведь это модная передача, черт возьми. Всем привет, меня зовут Диана. Сегодня мы смотрим наши первые работы от наших участниц. Мне дико волнительно, я сама переживаю, как будто бы я сама всё это вязала, но никогда в жизни я не вязала, скажу честно. Но моя мама всю жизнь вяжет, поэтому я плюс-минус понимаю, какие текстуры могут быть, какая пряжа, что из этого можно сделать и так далее. Очень интересно, какая будет пряжа у наших участниц, очень интересно, что они из этого придумали, какой креатив они свой добавили. И давайте скорее смотреть. Всем привет! Я очень рада, что меня подзвали в качестве жюри на этот конкурс. Буквально пару слов о себе. Я фэшн-иллюстратор, художник, работала с такими модными журналами, как Эль, Грация, немного работала с телеканалом СТС и другими клиентами. Также являюсь аккредитованным иллюстратором недель мод, постоянно их посещаю, слежу за трендами, дизайнами и так далее. Очень рада, что буду оценивать ваши работы. И уже очень интересно посмотреть, что же вы приготовили. Давайте приступим! Сейчас жюри впервые увидит пряжу и узнает, какое задание было у дизайнеров. Ну что, смотрим нашу пряжу. Мне очень нравится сочетание цветов фиолетовый с оранжевым. И это, кстати, очень гармоничные цвета с точки зрения дизайна. Они очень часто используются именно в паре в разных областях дизайна. Но мне кажется, это будет что-то крутое, сложное, такое разнородное. Так как у нас по заданию девочки вязали свитер, я знаю, если это был бы свитер, то я бы, наверное, придумала какой-то очень воздушный, как облачко. Его же можно сделать разным, поэтому очень интересно. Непонятно, что делать с этим оранжевым, как это сюда совокупить, как это сюда приклести. Мне, думаю, девчонок справится. Ну что, давайте посмотрим. Продолжение следует... Мне очень нравится этот крой, эта форма свитера. Немножко оверсайз, такой кэжуал. Очень нравится расположение элементов. Очень правильно с точки граф-дизайна. В общем-то, тут есть даже элементы того, что я пыталась предугадать или нафантазировать. Я вижу очень воздушную вязку, объёмную форму. Но вот этот приём с переходом рукава из оранжевого, бежевого через сиреневый, вот эта вот декоративная линия, мне нравится. Но форма рукава его завершения для меня странная. Как-то композиционно свитер, мне кажется, по пропорциям, честно сказать, не удался. Мне очень нравятся акценты на рукавах, которые сделали. Всё симпатично, всё красиво, но мне немножечко смущают вот эти вот акценты, которые добавили на спине. Мне не особо, если честно, это не нравится. О, кстати, вот на спине прикольный ход. На спине классное какое-то композиционное решение. Посмотрим ещё другие ракурсы. Знаете, в некоторых фотографиях мне напоминает этот свитер как будто бы что-то в стиле Курта Кобейна, знаете, вот его эти уютные фото в свитере, немножко такого мягкого. Мягкий, козий рок-н-ролл, знаете. Ну, что-то такое есть, но я бы не надела, наверное, этот свитер. Мне не хочется его купить. Я бы его надела в какой-нибудь кафе, возможно, если собрать грамотный образ. Мне нравится то, что он такой несложный, его можно сочетать с различными элементами гардероба, ещё как-то усложнить что-то сверху, возможно, дополнить какими-то аксессуарами, и так далее. Вот, мне очень нравится. Тут прям всё супер-гуд. Я бы такое, наверное, не носила. Смотрим нашу следующую участницу. А вот это вот уже что-то интересненькое. Я уже даже на видео могу сказать. Да, вот это я бы сама наделала, не сейду, вообще с удовольствием. Ну, вот первый вариант, он классический. Второй такой, более креативный, и мне он больше нравится за счёт того, что тут есть акцент, акцент на груди, акцент на плечах, что сейчас тоже очень круто смотрится. Возможно, я бы добавила рукава, чуть-чуть подлиннее я бы их сделала, чтобы они закрывали чуть-чуть ручку. Очень нравится симметрия такая, особенно сзади очень нравится, сложность. Я просто обожаю всё сложное, как в искусстве своём, так в моде. Но единственное, мне кажется, спереди немножко перемудрили с этой сложностью. Совсем чуть-чуть можно было бы вот эту нижнюю подкладку под фиолетовой убрать. Таким образом была бы видна область ключиц. Это было бы более женственно, эстетично, и при этом чуть менее сложно. А так мне очень нравится. Это было смело. Первая мысль — вау. Вау. Если разбираться, а я люблю разбираться, и докапывать, надоёбываться тоже. Это что-то хитро выдуманное, что-то сложное. Обидно, что здесь был какой-то полёт фантазии. У меня ощущение, что человек сам в какой-то эйфории это творил. У него полетела-полетела-полетела мысль, так и не смогла остановиться. Я таких, честно говоря, вообще не видела, и не видела трендов по форме вот таких. То есть это что-то либо, что-то вообще абсолютно своё, либо что-то опережающее мод, да. Что-то, на что ты точно обратишь внимание, что выделяется из массы. Ты как бы мимо точно не пройдёшь. Ты как минимум остановишься и подумаешь, созвучна ли тебе эта вещь. Хочешь ли ты её, или ты удивишься тому, как это может быть вообще надето на кому-то, да. И захотела посмотреть, знаете, ещё на изделие этого дизайнера, другие, что-то себе выбрать. Рукав классный вообще. Офигеть просто. Вообще меня прям, видите, какие эмоции там вот. Ну прям удивляет, прям балдёж. Мне нравится очень переход от плеча на руку, да. Очень прикольный шов такой, там, знаете, не просто вкрапление другой ниточки, а там прям что-то такое хитросложно, хитровудуманное. На спине, ну, человек тоже вот на спине решил сделать какой-то акцент. В общей бакханалии этого произведения искусство, я не побоюсь этого слова. В общем, это, знаете, такое изделие, которое оставляет полёт для фантазии. То есть, ну, по крайней мере, оно уже заставляет думать именно, понимаете. Что-то от пятого элемента, вот эта вот передняя часть недели и топ. А плечи как будто бы бабушкины какие-то жилетки. Я бы сама такое носила с удовольствием. Очень круто выглядит. И окантовка фиолетовая мне тоже очень нравится. Короче, тут всё на акцентах. Прям вот эти вот акценты-акценты, и мне прям очень нравится. Я считаю, что данный батл получился. Для меня здесь есть фиан-милезер. Потому что я хочу поощрять в людях уверенность в их творчестве. Смелость к экспериментам. Работы разные по стилю. Вот. Но обе работы получились. Обе работы крутые, креативные. Каждый по-своему. Первая работа. Очень нравится фасон. Смемерный оверсайз. Расположение деталей. Всё здесь в меру. Вторая работа. Мне нравится как раз таки своей сложностью. Эти торчащие нитки. Также сочетания. Элементы дополнительные. Так. Если сравнивать. Работы обе крутые. Крутые. Первое это больше что-то классическое. Второе это больше что-то креативное. Мне кажется, что работа второго дизайнера она намного сложнее. За счет того, что тут очень много деталей. Я не знаю, кто это. Мне очень интересно. Супер, который меня просто покорил. Честно сказать, меня просто покорил. Это прям супер. Не знаю, такое нигде не купить. Меня пока что ничего не вдохновило. Просто мне очень сильно понравилось. Я свой голос отдаю дизайнеру номер 2. Если оценивать с точки зрения фэшн-дизайна, я отдам свой голос дизайнеру номер 2. Итак, в этот новогодний первый премьерный выпуск шоу-вязальщицы я отдаю свой голос второй участнице. Увидимся в следующем. Пока.